Взглянуть в прошлое – редкая возможность. На выставке в Дмитриевской башне Нижегородского Кремля все желающие смогут увидеть до исторических насекомых, застывших в окаменевшем янтаре. Это частная коллекция, которую показывали уже во многих городах России. Это редчайший и очень интересный и красивейший палеонтологический материал, возраст которого 40-50 миллионов лет. Редчайший, почему? Да потому что, вы знаете, 9% вообще, 9% в процентном отношении, если мы возьмем всю добычу янтаря, 9% из этой добычи встречаются вот с такими вот интересными включениями или инклюзами. На Нижегородской выставке в качестве инклюзов совсем крохотные насекомые, но даже они представляют большую ценность. Ведь кто знает, вдруг именно этот комар в свое время пил кровь у динозавров. Выставка хорошая, довольно богатая, представляет большое разнообразие насекомых, паукообразных, клещей, многоножек, которые встречаются в балтийских янтарях. В Нижнем Новгороде нет полноценного краеведческого музея и все выставки, связанные с природой, большое событие. Впрочем, янтарь – это уникальность еще и в научном плане. Можно же дальше определить. Можно понять, вот этот муравей, он такой же, как сейчас, или он за 50 миллионов лет как-то серьезно сэволюционировал. То есть вот с научной точки зрения интересно, и просто с познавательным, потому что действительно редко где мы можем увидеть вот такое. Перед началом всех посетителей выставки погрузили в мир прошлого. Рассказали, сколько лет окаменевшим каплям смолы и какие животные спрятаны внутри. Это исторический мир прекрасного янтаря, который мы привыкли видеть только в магазинах или у себя в качестве украшений. А теперь мы видим это еще как и в интересном аспекте науки. У всех желающих есть возможность посетить янтарную выставку в Дмитриевской башне. Экспозиция проводит в Нижнем Новгороде до 31 мая.